Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Живи и Радуйся! И вчера вечером съездили в замечательное место, дворцово-парковый комплекс Связк. Оказывается, я погуглила, у нас вокруг столько всего интересного, столько дворцов, столько есть отреставрированные, есть не отреставрированные, есть развалин. Очень здорово, мне очень понравилось. И хочу вам немножко рассказать про это место. Это раньше, в старинные времена, давным-давно. Короче, это поместье было образовано где-то в начало 18 века, принадлежало Радзивиллам семейству. Потом они проиграли это поместье, ну даже не поместье, это наверное какая-то земля, территория была. Проиграли Воловичевым в бильярд, представляете, не в карте, а в бильярд. И два или три или четыре поколения Воловичей прожили в этом доме. Строил этот дворец, это поместье, строил итальянский, кто дизайнер, инженер, наверное, или кто там конструктор, не знаю. Итальянский художник, дизайнер интерьеров. Вот, и поэтому оно получилось в таком вот стиле барокко плюс классицизм. Очень красивый комплекс идет, центральное здание, по краям идут овальные такие вот пристройки. К сожалению, зайти на территорию туда теперь невозможно, потому что там идет еще реконструкция. Хотя этот дворец уже открыли, основную часть. Вот, но туда, я не знаю, наверное, только по записи, либо экскурсиями сам туда не придешь. И огорожено, а там еще усиленно идет стройка. Хотя мы приехали вечером, и так красиво фонари зажглись. Такая дорожка, входная группа и обрамленная много-много-много фонарей. Очень красиво, я вам хочу сказать. Конечно, на кадрах это не видно. Единственное, куда мы смогли добраться, это до здания, которое уже не подлежит, я так понимаю, не подлежит реконструкции. Это какое-то хозяйственное здание, я вам покажу сейчас фотографии, пока говорю, буду выставлять фотографии. Вот, и оно, конечно, реконструкции никак не подлежит, потому что оно разваливается на ходу. Я так немножко пальцем дернула, бас, этот кирпич прямо рассыпался. Вот, хотя еще все очертания, все полностью видно. Потом, это дворцовый комплекс, этот принадлежал польскому министерству здравоохранения или что-то в этом роде. И там лечили наркозависимых людей. 1930 какой-то там год. Представляете, даже в то время были уже наркозависимые люди. Вот, и им выделили такое прекрасное поместье. Вот, потом в советское время, когда уже была эта территория не польской, не прусской, не польской, а уже в советское время, когда было БСССР, здесь сделали санаторий для, по-моему, раненых или что-то вроде этого. А потом это было для восстановления здоровья людей, кто переболел туберкулезом. Представляете, это вообще шоке было. Но здесь, там очень красиво, честно вам скажу. Такое колоритное место. Правда, все вокруг, там, где не принадлежит вот этому вот санаторию Озерному, там, где нету реконструкции. Очень много заброшенных именно таких вот мест, где все заросло крапивой, где все заросло какой-то большим бурьяном. Но я вам скажу, там есть аллейка. Там такие огромные деревья. Вот, кстати, там выставлю фотографию сейчас. Там дерево есть, и оно срослось сверху. Такое классное. Очень прикольно видно. Там все фотографируются. Там даже между этими деревьями очень сильно вытоптанно. Вот. Ну, что я болтаю? Надо быстренько вам показывать. Так что посмотрите. Нам удалось зайти в эту заброшку. Нам удалось посмотреть, как отреставрировали конюшни, либо пивоварня, какое-то вот такое вот хозяйственное помещение. Вот. Посмотреть, как выложены дорожки. Короче, все за мной. И самое главное, не сидите дома. Пока тепло, пока классная погода. Все вперед исследовать. Вокруг столько всего интересного. Не только Турция классная. В Турции тоже классно. Мне очень нравится. Тоже и Турция, и все другие страны. Но вот если на вечерок выбраться и посмотреть что-то, то это супер. Мне очень понравилось. Так что смотрите мой репортаж, так скажем. И тоже путешествовать. Пока. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Живее Радуйся. И давайте же вместе изучать природу и достопримечательности родной Беларуси. У нас здесь красота. Смотрите, я приехала. Мы приехали в Палацово-Парковый комплекс Святск. Здесь была большая реконструкция. Беларусьбанк выкупил этот старый комплекс. И все отреставрировал. Там теперь такая красота. Поедем, посмотрим, если что-то увидим. Потому что сейчас уже 10 часов вечера, закат. Здесь везде вокруг водоемы, озера. Очень красиво, друзья мои. И надеюсь, что мы с вами посетим. Заброшку. Старую, старинную заброшку. Которая разваливается на глазах уже. К сожалению, ее уже не отреставрировать. Но посмотрим, что там будет. Наша дорога пролегает. Вот прямиком туда. Там парковый комплекс Святск, который очень хочется посетить. Но в последний раз, когда мы там были, там было все загорожено. И была большая-большая стройка. А теперь пойдем вот в это старое здание. Это какие-то хозяйственные постройки. По дверям с той стороны было похоже, что это конюшня. Конечно, оно такое в плачевном состоянии. Довольно-таки интересно и немножко страшновато, если честно. Но сходим. Пришли мы сюда, в старое это здание. Андрюша, никуда не ходи. Стой здесь. И сейчас хотим... Смотрите, как здесь интересно. И здесь есть проход пробитый. Давайте посмотрим, что же здесь. Мега интересно. Опа! Так. О, корни свисают. Смотрите, как интересно. Главное, конечно, чтобы на башку ничего не упало. Здоров. Здоров. Там есть какой-то этаж сверху. Не страшно тебе? Ну, страшно. А там, тут все, как-то палки выдержит. Ты будешь... Забралась на второй этаж. Конечно, все здесь в таком плачевном состоянии. Но, блин, как интересно. Смотрите, корни прямо между этим проросли. Такие вот окна. И, конечно, было бы здорово туда пробраться. Но, наверное, я уже не пойду туда. Там явно были какие-то комнаты. Явно все это такое интересное, старое. Смотрите, вот здесь вот такие вот окна. Были они заложены. Явно заштукатурены были уже потом. Заходим дальше. Боже, обожаю такие. Обожаю такие места. Обожаю такие места, друзья мои. Здесь так здорово. Здесь такая старинная энергетика. Мне кажется, если здесь пройтись с металлоискателем, я что-то в последнее время подсела именно на такие всякие штучки. Конечно, здорово. Давайте посмотрим еще здесь. Ого, вот здесь, конечно, еле держится. Все еле держится. Интересно, здесь уже кто-то искал, проходился или нет. Потому что здесь вот поместье святских, которое реставрируют как раз. Часть уже отреставрировали. Ну, блин, здорово, как мне нравится. Прямо стариной пахнет. Чем-то таким старинным, замечательным. Ой, лягушка испугала меня. Вот так вот. Короче, классное место посетили. Что это такое, интересно? Опа, ага, фиг оторвешь. Послушайте, какие звуки на закате. Как здесь классно, красиво. Вон рыбачок сидит. Как здесь здорово, сколько уток. А в небе ласточки, лягушки звучат. Друзья мои, надеюсь, вам понравилось, где я побывала. Надеюсь, вы тоже не сидите дома. Делитесь теми местами, где вы бывали. Можете в комментариях. Не забудьте поставить лайк. Мне будет это очень приятно. Я пойму, что вам нравятся такого рода ролики от меня. Потому что кухня, готовка, сад, огород. Это все, честно. Если быть, то так надоело. Хочется чего-то культурного. Хочется чего-то красивого. И необычного. Так что буду рада вашим лайкам. Буду рада вашим подпискам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok